Сегодня утром в Санкт-Петербурге на 96-м году ушла из жизни выдающаяся актриса Татьяна Пелецкая. Татьяна Пелецкая, несмотря на множество трудностей, сумела достичь славы и признания в мире искусства. Ее карьера началась в 50-х годах прошлого века, и с течением времени она стала настоящей легендой. За годы своей актерской деятельности Татьяна Пелецкая продемонстрировала великолепный талант и профессионализм, завоевав сердца миллионов зрителей. Она оставалась востребованной и популярной даже на протяжении десятилетий, после своего пика славы. Несмотря на преклонный возраст, Татьяна Пелецкая продолжала выходить на сцену и радовать своих поклонников. В интервью она часто утверждала, что именно актерская деятельность придавала ей силы и помогала утратой для мировой культуры, и ее именно всегда останется в истории искусства. Ее профессионализм, страсть к актерскому искусству и яркая харизма останутся в памяти поклонников и коллег. Мы скорбим о потере этой выдающейся актрисы и выражаем соболезнования ее близким и родным. Татьяна Пелецкая, будущая знаменитая актриса, появилась на свет 2 июля 1928 года под именем Татьяна Людвиговна Урлауп. Ее предки были немцами, которые переехали в Россию еще в 19 веке и осели в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Отец Татьяны, Людвиг Урлауп, был инженером-химиком, но также творчески одаренным человеком. Он не только хорошо пел, но и активно участвовал в народном театре. Близким другом семьи был художник Кузьма Петров-Водкин, который стал крестным отцом маленькой Татьяны. Кузьма Петров-Водкин даже создал портрет юной Татьяны, под названием «Девочка с куклой», который впоследствии был выставлен в Таллинском музее Куму. С возрастом Татьяна проявила интерес к театру, и ее крестный предложил отдать ее в балет. Однако ей ближе было актерское искусство. В Ваганьковском училище она присоединилась к драматическому кружку, и участвовала в постановках, таких как «Снежная королева» и «Голубое» или «Розовое». Однако Вторая мировая война изменила ее судьбу. Училище было эвакуировано на Урал, и Татьяна осталась без возможности заниматься актерским мастерством. Ее родители остались в блокадном Ленинграде, и она переживала за их судьбу. Увы, ей пришлось узнать о смерти своего брата, отправленного на фронт. Встреча с родными наступила только в 1942 году, когда их вернули из эвакуации на Урал. Судьба ее отца, Людвига Урлауба, была трагичной. Он был репрессирован вместе с другими немцами и отправлен в ссылку на 15 лет. Чтобы избежать схожей участи, Татьяна была вынуждена скрывать свое национальное происхождение и даже сменила отчество на Львовну. Спустя годы Людвиг Урлауб был реабилитирован, но семья так и не воссоединилась. Он начал новую жизнь с новой семьей, и по словам Татьяны Пелецкой, он стал другим человеком. Несмотря на разлуку, они поддерживали связь, и в ее сердце остались теплые воспоминания о своем отце. Эта история о жизни Татьяны Пелецкой, ее семье и страсти к актерскому искусству, доказывает ее невероятную силу духа и преданность искусству на протяжении всей ее жизни. Татьяна Пелецкая, несмотря на множество трудностей, продолжала находить свой путь в мире искусства. После возвращения семьи в Ленинград, жизнь была непростой. Мать Татьяны работала сторожем в военном ателье, но средств хватало с трудом, Татьяна боролась за любой шанс заработать. После окончания школы, она даже танцевала в кардебалете театра эстрады, и служила в театре мускомедии. Иногда она даже демонстрировала модели в Ленинградском доме моды, получая за это небольшую сумму. Желая улучшить свое материальное положение, Татьяна начала сниматься в кино. Ее карьера началась с массовых ролей в Ленфильме в фильмах, солистка балета и Золушка. Однако в начале ее карьеры сцены с ее участием, были настолько маленькими, что ее имя не фигурировало в титрах. Ее обман с тем, что она умеет верхом, чтобы получить роль в фильме «Пирогов», обернулся для нее испытанием, но Татьяна не сдалась и продолжила тренироваться, преодолевая трудности. Ее упорство привлекло внимание режиссера, и она получила роль в этой картине. Знаменитость пришла к Татьяне Пелецкой, после роли Татьяны Огневой в фильме «Разные судьбы». Она сыграла эту роль настолько правдоподобно, что ее имя стало навсегда ассоциироваться с этим образом. Однако несмотря на успех фильма, знаменитость решила сделать перерыв в карьере, чтобы посвятить себя семье и последовала за мужем офицером за полярный круг. Но скучая по искусству, она вернулась в Ленинград и продолжила свою актерскую карьеру. После перерыва Татьяна Пелецкая снова снялась в кино и стала активно участвовать в постановках в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола «Балтийский дом». Она играла в спектаклях по произведениям классиков, таким как Александр Островский, Николай Гоголь и Александр Дюма. В середине 60-х годов Татьяна Пелецкая вернулась на экраны и снялась в фильмах «Зеленая карета» и «В старых ритмах». С возрастом она стала только более востребованной и продолжает впечатлять публику своим актерским мастерством и хореографическими навыками. Ее история – это история настоящей стойкости и преданности искусству. Татьяна Пелецкая, продолжая свою карьеру, активно применяла свой талант в различных сферах искусства. Ее профессионализм и энергия не ограничивались только кино и театром. Она использовала свой опыт и страсть к танцам, участвуя в хореографических номерах в театре «Балтийский дом». Это позволило ей продемонстрировать свои многогранные таланты на сцене. Также кинематографисты не забывали о ее актерской универсальности. В фильме «Скоро будет счастье» она сыграла роль бывшей балерины, что позволило ей продемонстрировать свою виртуозность в танцах. Этот опыт также пригодился ей в проекте Ренаты Литвиновой, под названием «Северный ветер», где она снова воплотила образ балерины. Несмотря на вызовы и трудности, связанные с ассоциацией с ее ролью в фильме «Разные судьбы», Татьяна Пелецкая оставалась преданной искусству и стойкой. Ее история служит примером настоящей характерной силы и верности своим искусственным корням. Ее возвращение на экраны и сцену после перерыва доказывает, что страсть и талант никогда не уходят и всегда могут найти новый способ проявления, даже после долгих лет творческой деятельности. Личная жизнь Татьяны Пелецкой была долгой и полна разных перипетий. Еще в молодости она вышла замуж в поисках взрослой жизни, семьи и детей. Брак с Константином Всеволодовичем Пелецким продолжался 15 лет, но из-за их занятости на работе и длительных разлук брак распался. Татьяна, несмотря на развод, никогда не жалела о своем раннем браке, так как именно в нем у нее появилась единственная дочь, Наталья Пелецкая. Затем в ее жизни появилась новая любовь, Вячеслав Тимошин, который к сожалению также не принес ей семейного счастья. После 10 лет совместной жизни с Вячеславом Татьяна, осталась одна, а ее второй брак закончился изменной супруга, и неприятными деталями этой ситуации. Тем не менее, судьба улыбнулась Татьяне Пелецкой, когда она встретила Бориса Агешина. Этот брак, принес ей 45 лет счастья и стабильности. Борис был уважаемым музыкантом, их отношения были крепкими, и они были преданными друг другу. Он считался красавцем, и Татьяна гордилась своим мужем. После его ухода в 2018 году, она посвятила себя семье и сцене. Ее дочь, Наталья Пелецкая, также пережила несколько браков, но второй брак принес ей дочь по имени Елизавета, которая стала художницей. Татьяна Пелецкая гордилась своей внучкой, и всегда радовалась ее успехом, делая упоминания о ней в интервью. Таким образом, жизнь Татьяны Пелецкой была богата не только профессиональными достижениями, но и разнообразными личными переживаниями, которые сделали ее сильной, мудрой женщиной.